Всем привет, дорогие друзья! Сегодня мы приехали с Айханом в Махмудлар, в магазин Саша, где продаются кожа и мех. Для чего мы приехали? Ну, во-первых, мы хотим купить что-то себе. Я хочу посмотреть плащ маме и себе кожаный плащ. Ну и, конечно же, показать вам цены и ассортимент кожаного магазина. Где он находится? Находится он в Махмудларе, недалеко от часов. Здесь находится старая мэрия. Ну и магазин Саша Кожая Гент находится здесь. Давайте пройдем внутрь магазина, посмотрим ассортимент, ну и, конечно же, цены на кожаные куртки, плащи, мужские, женские и детские кожаные вещи. В магазине нас встречает Николай, который прекрасно говорит по-русски, как я уже поняла, по-турецки. Здравствуйте. И Николай нам расскажет все о коже, о качестве, о ценах в магазине Саша Лезер. Обязательно. Давайте сначала пройдем, посмотрим сумки. У вас очень интересный выбор сумок, ассортимент. Да, полностью все кожаные модели, очень высокого качества. Ну вот, например, вот эти вот сумочки. Это последние модели, да, получаются такие интересные? С последней коллекции, они полностью сделаны, например, как и снаружи, так и снутри, они полностью кожаные. Очень высокое качество аксессуаров, на которые мы даем гарантии 2-3 года. Они не линей, то есть даже не меняются ни в цвете, ни в чем. Тона, как и у этой, так и у разных моделей, то есть они от нескольких тонов. Есть у вас рюкзачки. Есть маленькие рюкзачки и большие рюкзаки. Какие цены у вас на сумки? Ну, приблизительно, если так скажем, например, от маленьких начинают, от 50 долларов и выше. Ну, вот самые маленькие, да, вот эти получаются. Эти, не именно эти, но... Эти дороже. Да, эти дороже, потому что они отличаются именно вот этим качеством, потому что она и снаружи кожаная, и снутри. Очень интересная новая модель, кстати, я нигде ее не видела вообще в других магазинах. В общем, сумки у вас от 50 долларов и выше, да. Ну, теперь всех интересуют, конечно же, кожаные куртки. Кожаные, обязательно. Расскажите, что у вас? У вас в магазине два этажа. Что есть на первом этаже самого интересного? На первом этаже у нас полностью все женское. Например, это новые модели, то же самое, разных цветов, разных оттенков. Короткие курточки, удлиненные плащи. В какую цену начинаются вот такие вот кожаные курточки? Скажем, в магазине начинаются цены у нас от 200 долларов. От 200 долларов. От 200 долларов и выше. Опять же, в зависимости от модели, качества кожи, цвета. Да, от материала, потому что вы говорили, что есть разные комбинированные. Есть, есть, есть. Друзья, сейчас такая интересная мода пошла, что носят не только кожаные, но и комбинированные модели. Сейчас идет вот такая вот плетенка, например, скажем, вот плетеные косухи вот эти вот. И идет итальянский материал, стрейч. И они очень красиво садятся и и носятся, очень ноские курточки. Вот смотрите, вот такая вот интересная плетеная кожа. Тоже разных оттенков, смотрите, разных моделей. Есть с большим воротником, с маленьким воротником. Слушайте, они такие повседневные и нарядные. Да, если взять какой-то интересный цвет. Есть. Есть вот такие вот разные цвета. Вот комбинированные, про то, что мы говорили, да? Трикотажные, да, трикотажные вместе с мерзкожей. Комбинировать кожу и трикотаж. Ага. А, скажите, пожалуйста, где вы шьете курточки? Мы шьем только лишь в Санбуле и Измелье. У нас наши фабрики находятся именно в Санбуле. Здесь по округе. И вот я вижу, у вас здесь тоже есть такие яркие цвета. Кстати, тренд этого сезона – яркие цвета. Вот, например, самый трендовый цвет сейчас у нас какой? Фиолетовый, яркие зеленые, желтый, оранжевый. Ну и, конечно же, со всякими разными вот такими вот комбинированными рисунками, вышивками и так далее. То есть, чем нестандартнее куртка, тем она моднее. Тем она моднее, тем на нее больше спроса. Например, вот такие вот куртки, если посмотреть, видите, вот красиво сделано, ажурно. Слушайте, а давайте я ее прям померю. Кофточка, да, но это все-таки кожаная. Вот это вот самый писк сейчас, конечно же. Ой, рукава. Ага. Она должна садиться по телу. Немножко маловата. Ну, в общем, слушайте, она такая нарядненькая. Да, ее носится вот именно на рубашку красивую. На футболку какую-нибудь. Да, да, да. С дырявыми джинсами, это вообще здорово. Они тоже разных оттенков. Снаружи она кожаная, а внутри она гипюр. То есть, это как бы и дневная, и вечерняя. Вы выворачиваете, и она будет уже как бы вечерний такой жакет. Ага. Очень красивые модели. Я думаю, что смысла рассказывать о ценах на все куртки нет, да? Нет, у каждой модели своя цена. Да, да, как вы сказали, от 200 долларов. Да, и больше. И, да, в зависимости от модели, от типа кожи, от работы и так далее. Смотрите, девушки, смотрите, какая красота. Тоже, да? Тоже гипюровая. Тоже гипюровая. Потрясающе. Красивая вечерняя, короче, получается жакет. Вот эта куртка, кстати, это почему она модная в этом сезоне. Сейчас очень модно делать вот такие вот складки. То есть, здесь, если бы еще были складки на рукавах, то это было бы просто супер моднявая куртка. Какой контрастный цветок идет. То есть, это розовый, желтый, синий. Вот это вот очень классная. Кстати, помимо того, что я здесь вам все показываю и рассказываю, я хочу себе также здесь выбрать какую-нибудь курточку, потому что мне предстоит поездка в Россию, в Мурманск. Так, о, тем более. Предстоит поездка в Россию, в Мурманск, и я хочу взять... Но вам надо брать что-нибудь теплое. Да. Нет, летом там, кстати, вот как раз вот эта розовая курточка на лето, она супер. Потому что там погода такая переменная. А, Николай, расскажите, пожалуйста, еще про чемоданы. Чемоданы у нас только одной в марке, то есть, это IT. Они из 10-летних гарантий, очень качественные чемоданы. То есть, в любой момент, даже год, два, три, если с ним что-то случится, с чемоданом, даже будет какая-то поломка или что, мы просто его возвращаем, меняем на новый или же ремонтируем. Это без права. Кстати, кто спрашивал про чемоданы, вот, пожалуйста, вам чемоданы, качественные, хорошие, 10 лет гарантии. Обязательно. Поэтому, друзья, вы можете купить вещи дешевле за, не знаю, там, за 50 лет чемодан, да? Да, можно купить. После первой поездки он у вас развалится. Зачем вам это? Да, все эти чемоданы одноразовые, но не такие. Как-то у нас есть пословица, да, скупой платить дважды. Дважды, обязательно. Или же вот есть чемоданы вот такие, они невесомые. Это кабин бой для этих. Да, это невесомые, они самые легкие в мире считаются. Чемодан, слушайте, супер. А, вот и написано, видите, World's Lightest, ага, самые. 10 лет гарантии. Тоже, да. Для тех, кто путешествует много, потому что чемоданы обычно весит много, а тут совсем много. Здесь тоже у вас буйство цветов, красок. Да, контраст цветов очень высокий. То есть выбирайте на любой вкус. Фиолетовые, да, супер. Вот это уже тоже комбинированные, да? Это односторонние. Да, это замша вместе с кожей идет комбинация тоже. Тут на двух молниях, то есть это как бы говорится до обеда, после обеда называется модель такая. Мы посмотрели коротенькие курточки. Покажите, пожалуйста, какие у вас есть женские плащи. Вот здесь вот, пожалуйста, есть удлиненные курточки, скажем так, плащи, пальто с коротким рукавом. Опять же, разных цветов. Вот этот плащ потрясающий. Вот без воротника обычный, например, скажем, классический. У меня был бордовый плащ в России еще. Да, и я его носила, в школе еще я его носила. И бордовый цвет, он просто потрясающий. Так, посмотрим. Ну, конечно, не с этими штанишками. Но он все равно смотрит, спасибо. Ой, что-то здорово. Он перфорированный полностью. Я думаю, что моя мама увидит этот плащ. Мам, смотри, какой я тебе плащ нашла. Она увидит этот плащ. И закажет его вам. И она его захочет. Ну, единственное, что может смущать, это короткие рукава. Без проблем. У нас из-за того, что наши фабрики свои, мы их шьем. Например, мы заказываем. Слушайте, какой классный. Супер. Пишите обязательно в комментариях, как вам. Можно удлинить еще рукава? Можно удлинить рукав. Можно удлинить плащ, если вам не нравится, например, его длина. Нет, вот длина, длина просто идеальная. Ой, такой классный. Пишите в комментариях, как вам этот плащ. Мне он супер, очень понравился. Он есть еще вот в этих цветах. Вот эти вот оттенки. Ага, красный. Бордовый более такой, да? Более так изгибающий. Это кожа. Натуральная кожа. Кожа ягненка. Кожа ягненка. Скажите, пожалуйста, как вот эти вот вещи, это же все-таки крашенные вещи, да? Да. Как они носятся в дождь, в солнце? С ними ничего не будет. То есть, краска очень высокого качества. Но, единственное, если, например, хотите ее чем-то чистить, то могут, у всех их проблемы бывают, как, например, светлая кожа, она вот здесь вот пачкается быстро, да? Ну, стирается. Да, берете детский крем-базилир, такой прозрачный, абсолютно. И натираете. И он натираете, и он быстро убирает вот эти вот места. Ну, вот тут тоже, видите, желтые цвета. Самые, самые радостные цвета. Носите яркие цвета, не покупайте черные, носите яркие. От этого даже как-то радость не тебе становится. Обязательно. И плюс, смотрите, вот эти вот новые тренди вещи. Очень легкие, невесомые. Двусторонние. Двусторонние курточки. Нет, я не надену замшу, у меня рубашка-рукава. Так, можно будет вывернуть. Замши, это всегда шикарно, очень классно. Всегда смотрится благородно. Замшевые курточки. Пожалуйста. Как? Очень красиво. Супер. Швы здесь у вас все. Все ровненько, все идеально. Двусторонние, смотрите, друзья, днем кожаная. Вечером куда-то выйти. Под платье классическое, да, под брюки классические. Да, под джинсы носить. И под рваные джинсы тоже, кстати, да. Это вы знаете как? Я очень долго искала, что хочу. И вот сейчас фонтанно просто поверили. А когда? Ну, потому что я не люблю ходить по магазинам вообще. Вообще. Размеры у нас есть любые. То есть это начинает от XS до 6XL. До 7XL. Да, это получается российский 66, 70. И опять же, как бы, скажем, мы ведь заказываем. То есть на любой размер можно будет в течение 4 дней заказать по меркам, сшить модели. Можно даже заказать. Да, там есть комбинированные есть. Видите, большие размеры. Плюс, смотрите, вот этот принт новый. Очень красиво смотрится. Нарядные. Плюс трикотаж рукава. А, то есть вот это вот тоже, да, комбинированные модели? Да, да. Трикотаж. То есть большие размеры тоже есть комбинированные. Ну и, конечно, здесь тоже всякие разные. Как называется вот этот лазерный обработка? Лазерный обработка. Лазерный обработка. Лазерный обработка называют, да. Но это как бы все еще называют принт. Вот такая вот моднявая модель. Тоже красивая. Здесь идет и принт, и еще идет, смотрите, работа какая. Здесь идет очень тоненько. Видите, кожа замши. Кожа замши. То есть это шитье. Кожа замши. Также лазерная обработка. То есть замша переходит, например, вот сверху приходит лазерную обработку, вот этот принт. Еще новая тенденция пошла вот сейчас. Она называется Деграды. Посмотрите. Эта кожа переходит в замшу постепенно. Кожа переходит в замшу? Здесь у вас, вот я вижу, курточки типа дутых таких. Да, пуховики, так скажем. Кожаные пуховики. Очень теплые. Сейчас, кстати, последнее время очень много берут таких вещей, потому что они легкие. Вот, например, пуховик на самой крайней семье. Ну, здесь, в общем, друзья, большой выбор разных пуховиков. Есть и белые. А вот это вот жемчуг. Жемчуг обработка. Как называется? Жемчуг. Жемчуговая обработка. Вот такие вот есть классные. Кто любит такие прям дутые-дутые. И что я вижу у вас здесь? Жилетки. Жилетки, да. Меховые жилетки, которые многие очень спрашивают. Вот есть такие вот с капюшоном. Есть такие же без капюшона. Жилетки в какую цену? Жилетки, можно сказать, если, опять же, разница идет в мех, если это будет Песец или Чернобурка, или там что-нибудь другое, например, будет приблизительно от 400 долларов. От 400 долларов. Ну, давайте я какую-нибудь померю. Вот это вот символ, пожалуйста. Символ, пожалуйста. Вот такой, самый яркий цвет. Экстремальный цвет, да. Слушайте, классный. Очень красивый. Кстати, выбрать можно, опять же, любой цвет. То есть, если его у нас здесь нет, то на ваш вкус... Можно, вот, например, я смотрю, у вас нет розового, да? Да, можно. То есть, розовый, желтый, как вы хотите, бордовый, как вы хотите. Я вижу, у вас тут какой-то волшебный чемоданчик стоит. О, это очень волшебный. Друзья, сначала вопрос. Как вы думаете, что находится в этом чемодане? Пять секунд пишите в комментариях, что находится в этом чемодане. Я, знаете, что подумала сначала? Инструменты для художников? Нет, может быть, для обработки кожи что-то. Что-то с кожей связано. В общем, давайте сейчас посмотрим, что здесь есть. Что-то связанное с мехами, но не с кожей. Так, сейчас посмотрим. Что-то связанное с мехом. А здесь находится настоящее сокровище. Что это? Это сваровские камни. Настоящие сваровские камни. То есть, вот. Ага. Настоящие камни сваровские. И плюс вот такие вот модели. Это настоящая каракульча. Очень высокая. Давайте я померю. Она лезет на меня? Она может быть маленькая. Ну так, хотя бы. Хотя бы посмотреть. Очень красивая вещь. Ну это, конечно, на выход вещь. На выход. Да, да. Это не повседневная одежда. Это не повседневная, это мовичей. И в какую цену вот эти вот... Они высокого качества, поэтому они стоят недешево. Ну, естественно. Сколько? 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 Не стоит несколько тысяч долларов. Несколько тысяч долларов. Ну, две тысячи, да? Больше. Три? Больше. Не томите, скажите, сколько. Больше они стоят больше 5 тысяч долларов. 5 тысяч. В общем, друзья, вот такие вот есть разные сниматели. С меня 5 тысяч долларов. Ага. А здесь вот есть тоже жилетки, да? Да. Жилетки, да, как вы говорили, комбинированные. Комбинированные. Опять же, тренд. Спереди мех, сзади. Да, это натуральная шерсть. О, натуральная шерсть, натуральная вязаная. Ага. Вязка из натуральной шерсти. Есть разные цвета, серенькие. Вот, кстати, я очень люблю серый цвет. Очень красивый. Жилетки, как вы говорите, от 400, да? Да. Здесь вот такие вот вязанные, опять же, в тренде, они такие. Ой, вот эти суперские. Это и кофта, пальто. Кофта, пальто. Здорово. Здесь плотная вязка идет. И плюс опять идет метр. Такой более или менее спортивный стиль. Да. Это спортивно, это чисто на джинсы. Вот так вот завернулись и пошли. Это этого сезона модели? Это последний, это 18-го года модельки. Ой, пальтишко. Слушайте. А мягко, удобно. Пальтишко, как я искала. Почему я к вам раньше не пришла? Мы даже в Аскешихире с Айханом искали мне пальтишко. И прям вот как я хотела. Слушайте, красота. Правда, в Алане с мехом немножко жарковато. А он отстегивает? Нет. Нет, не отстегивает. Почему в Алане тоже бывает иногда холодно? Ой, и такие рукава интересные. Супер моднявое пальто. Вообще супер. Это... Рекс. Рекс, да. Можно носить с ремешком. Можно носить. Можно без такого свободного покроя. Потрясающе, конечно. Фиолетовый цвет, самый моднявый в этом сезоне. И здесь у вас идет уже каракуль, да? Здесь идет каракульча, да. Пожалуйста. Вот тоже разных моделей очень свободного покроя есть. Есть модели. Каракульча в пределах каких цен от... Ну, так скажем, около 1500 долларов. 1500 долларов. Ну, тоже... Плюс-минус там тоже есть. Там тоже, скажем, что... Зависит от моделей, от короткой, от длинной. Там в комбинации, если идет с норкой, комбинации без норки. Там вот это вот все учитывается. Поэтому, друзья, если вы думаете, что мы вам не говорим точные цены, потому что мы плаваем и так далее, да? Потому что продавец плавает. Нет. Потому что все зависит от... От модели. Конечно, конечно. Это индивидуально. Все индивидуально. Поэтому мы говорим приблизительно цены начальные. А вы уже приходите сами и смотрите, выбирайте и... Тут может быть, например, одинаковая модель, скажем, да. Вот она выглядит одинаково. Абсолютно ничего. Здесь немного, как еще маленький капюшон, уже цена прыгает. Здесь, например, есть... Ага, то есть вот без капюшона модель? Вот смотрите. Модель без капюшона. А, есть с капюшоном. Уже цены, там уже цены прыгают. Ага. А вот эта вот модель, это тоже Rex, да? Да, да. А вот эта модель, видите, с капюшоном. Вот эта вот есть, смотрите, с капюшоном тоже самое. Вот она чуть-чуть свободного покроя. И здесь уже идет комбинация, например. Это тоже работа, например. Вот это вот все, это... Ну, это же все ручное. Конечно. Вот это вот в тренде. Сейчас идет, сейчас в основном все шьют двусторонние вот такие вот. Молодого барашка, называется Астраган. Очень легкие, удобные. А, то есть с этой стороны меха, а с этой кожи? Да, с этой стороны кожи. То есть, если, например, в какую-нибудь погоду, такую сырую, когда слягать, грязь, скажем, вот, можно выворачивать, носить на эту сторону. Ага, даже кармашки. Да, кармашки выворачиваются тоже. То есть, можно и вот так вот носить, и так носить. Есть такие же длинные шубы, удлиненные. То есть, не только на коротких моделях, но и длинные тоже такие же, с капюшоном, без. Они, во-первых, удобные. И они очень легкие. А, ну да, в дождливую погоду, ну или в сырой снег, да, и в обычную. Или в обычную сухую, например, сухую зиму, так скажем. То есть, они тоже меняются. Модели есть короткие, удлиненные. Это все, вот это тоже, да, варатуре? Да, 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 астроган. И я смотрю, у вас здесь пошли шубы. Шубы. Да, норковые. 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 Есть соболь, пожалуйста. Это соболь, да? Да. Так, друзья, готовимся к цене. Какую цену эта шуба? Ну, рассчитывайте где-то 10-12 тысяч долларов. 10-12 тысяч долларов за шубу. И норка. Да. Есть тоже у вас разные модели. Опять же, норка зависит, опять же, видите. Есть, например, свободного покроя. Есть, просто есть, например, если сплошные, да, вот, куски. Вот это вот все идет, меняется. Друзья, и самая дорогая, это же самая дорогая шуба в вашем магазине, да? Нет, не самая дорогая, но она считается одна из дорогих, потому что это натуральная шиншилла. Натуральными. Сколько она стоит? Она будет стоить где-то 7 тысяч. 7 тысяч 500 долларов. Натуральная шиншилла, не Rex. Не Rex, натуральная шиншилла. Потому что, друзья, продают Rex и выдают ее за шиншиллу. Есть очень много таких магазинов. Не добросовестность. Нет, это все неправ. Сейчас мы проходим мусульмой дел. Начнем, например, с мужских. Сейчас опять же тенденция, как и в женских идет, например, комбинированная идет. Здесь натуральный кашевер, очень высокого качества, плюс идет внутри Астраган. То есть стриженная каракульча и плюс воротник норка. Очень красивые, очень теплые, хорошие вещи. А то есть здесь три комбинации? Три комбинации, короче. И мужские куртки тоже в каком-то цене? Мужские тоже опять же так же начинаются где-то приблизительно. Если легкую какую-то курточку взять, классическую, обычную. Вот, например, вот эти курточки невесомые, вы говорили. Да, эти невесомые двухсторонние, конечно. Они будут где-то больше, ну, скажем, около 400 долларов, но есть куртки, например, от 200 долларов и выше. Ну, в общем, от 200 долларов и выше. Что еще есть интересного? Вот для всяких модников. Да, есть такого вот плана. Такие гламурные модели, например. Что-то типа косух. Есть косухи зимние. Дубленочки. Есть красивые модели, опять же, вот эти вот переходящие из кожи в зону. Немодные, красивые, очень модные. Я не на меху. На меху натуральный мех. Цегейка очень качественно сделана. Цвета есть даже в мужских моделях тоже есть цвета разные. Вот Айхан у меня носит желтый. Желтый очень красивый цвет. Молодые люди, как и женщины, покупайте яркие цвета. Это очень классно. Двусторонние, например, мужские тоже есть. Например, с одной стороны она будет баллоневая. Куртка красного цвета, с другой она черная кожа. А, с другой такой классический. То есть, опять же, модели и выбор большой. Красивые есть баллоневые вот такие вот под милитари. С кожей комбинация идет теплая курточка. На резинках. Вот есть из питона, например, куртки. Мужские от комбинации из питона. Пожалуйста. Очень красивая курточка. Но это тоже для модников такие. Конечно, да. Здорово. Ну и тут уже идут пух. Да, жухолик классический, на любой вкус. Например, опять же, замша с питоном, например, вот идет в комбинации. Вот это красиво. Очень красиво сделаны все. Каждый по-разному смотрится красиво, каждая модель. Дальше все тоже в основном вот в этом стиле. То есть, удлиненные, например, куртки мужские есть. Можно скажем, вот такие вот утепленные под пуховики. Есть классические, например, если кто-то носит постоянно пиджаки. Вот такие вот классические модели есть. Модель и выбор очень большой. Да, в общем, друзья, чтобы не затягивать больше это видео, надеюсь, мы вам рассказали, дали всю самую главную информацию. Николай, спасибо вам большое. Для меня это было действительно большое удовольствие, потому что я не только узнала что-то новое, интересное, но и нашла то, что я хочу. Все контакты в описании к этому видео. Обращайтесь, приходите, выбирайте, звоните. Николай вам поможет. Ну и, конечно же, хороших покупок. И обязательно приезжайте в нашу солнечную ланью. Всем всего хорошего. Пока-пока.